Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, реконструкция молочной железы экспандером и имплантом в комбинации лучевой терапии, подбирая данную тематику, честно сказать, я не знал, с чем я столкнулся. Как, в принципе, находясь на отделении опухолей молочной железы на протяжении 15 лет и активно оперируя вот именно женщин, я, честно сказать, к твоему стыду не знал, какая все-таки это проблема, которая возникает у женщины после мастектомии. По данным психологического анализа, чувство неполноценности отмечает 90% опрошенных женщин. Страх смерти, депрессии, отчаянно были отмечены 75%. Исчезновение полового лечения выявлено у 30% больных. У 22% пациентов после мастектомии произошел распад семьи. 30% этих женщин не могут смириться с потерей молочной железы, а медикаментозная психотерапия, направленная на устранение этих состояний, и, как правило, не улучшает психоэмоциональный статус больных. То есть, на самом деле, утрата молочной железы – это огромная травма психоэмоционального характера для женщины. И если в прошлом столетии основное направление развития онкохирургии было сначала от развития стороны максимализма, потом минимализма, в итоге мы пришли к какой-то золотой середине, то есть, более четко сформировав показания к хирургическим вмешательствам, то на сегодняшний день в западных развитых странах, ну, в частности, скажем, в Европе процент реконструктивных операций достигает 15-20% после мастектомии, а в Соединенных Штатах до 40%. Ну, реконструкция и лучевая терапия. Как правило, есть некоторые точки зрения, которые мы можем соглашаться, не соглашаться, но они в любом случае присутствуют. То есть, считается, что если есть импланты, лучше не проводить лучевую терапию. Если все-таки надо установить имплант, то лучше после лучевой терапии. Что с установкой имплантов повышается частота рецидива заболевания. Также после обучения возможен разрыв импланта. И, как всегда, реконструкция вот аутологичными тканями, как вот было уже отмечено, дает лучшие результаты после лучевой терапии. Если что-то у нас пошло не так, то мы всегда во всем можем винить наших коллег-радиологов. Ну, давайте рассмотрим все-таки результаты, которые вот визуально имеются после полного удаления и реконструкции сохранения молочной железы. Все-таки это то, что, во-первых, психоэстетически, так скажем, красиво, и с точки зрения психоэмоционального статуса женщины тоже, наверное, является ее выбором. Поэтому следует в каждом случае обсудить с каждым пациентом, больным раком молочной железы, возможность сохранить, вернее, выполнить реконструктивный этап. Высокая частота рецидивов. К сожалению, бытует мнение, что одномоментная реконструкция приводит к запоздалу диагностики и рецидиву заболевания. Вот последние данные все-таки свидетельствуют о том, что не существует никакой задержки в выявлении локальных рецидивов после реконструкции молочной железы. Вот в исследовании Думпрама и других были данные о лечении 691 пациентки, из которых 20% подверглись одномоментной реконструкции молочной железы торакодорзальным лоскутом или субпекторальной установкой импланта. Средний период наблюдения составил 55 месяцев. И статистический анализ не вывел никаких различий в исследуемых группах по частоте местных рецидивов без метастатической общей выживаемости. И на сегодня можно констатировать, что нет существенных различий выживаемости между больным и реконструированной, и не реконструированной молочной железой. Возможно, что мы на своих приемах очень часто сталкиваемся, что женщины, даже пройдя обычную операцию пластическую, не предупреждены о том, что в дальнейшем также надо наблюдаться. То есть не все маммографы имеют режим для выполнения исследования в режиме с имплантом, но в принципе выполнение МРТ или компьютерной томографии с определенной частотой должно выполняться. То, что касается показаний к лучевой терапии, то есть органосохраняющей операции, любое вмешательство, после которого остается резидуальная ткань молочной железы, является показанием для лучевой терапии. Мастэктомия или эквивалентная операция, в данном случае уже лучевая терапия назначается в зависимости от других параметров. Ну, рассмотрим чуть позже. То, что касается выполнения органосохраняющих операций, как видно, безотносительно статуса лимфатических узлов, то есть это и больше 4, 1, 3, или негативный статус лимфатических узлов, если оставлена ткань железы, то выполнение лучевой терапии является обязательным. Прогресс лучевой терапии. В 70-х годах большинство больных получали однозначную лучевую терапию после операции считалось, что радикальная мастэктомия или модифицированная мастэктомия не дает того ожидаемого результата, поэтому надо дополнить лучевой терапией. Но при этом уже в 71-м году было проведено исследование NSA-BP-B04, в котором пациенты в зависимости от статуса лимфоузлов были распределены на 2 группы. И у больных с 0 статусом распределялись в 3 подгруппы. То есть выполнялась или радикальная мастэктомия, простая мастэктомия без лимфодисекции и простая мастэктомия, дополненная лучевой терапией. В группе с пораженными лимфоузлами больным выполнялась или классическая радикальная мастэктомия или простая мастэктомия, дополненная лучевой терапией. Вот посмотрим, какие же были получены результаты. Выживаемость без местного прогрессирования у больных с Н0 стадии, как видно, были сопоставимы во всех трёх группах. В целом, такие же сходные данные по общей выживаемости, разница есть, но, как видно, статистически недостоверно. У больных с поражением лимфоузлов также общая выживаемость вообще идентична. То, что касается выживаемости без местного прогрессирования или в целом без прогрессирования, без метастатического, видно, что, опять-таки, данные сопоставимы. То есть ещё в 70-х годах было понятно, что не все пациенты нуждаются в излишнем хирургическом вмешательстве на подмышечном коллекторе. Какие изменения произошли в 80-х годах? Как показал анализ, у пациентов начала нарастать 10-летняя сердечная смертность тех пациентов, которые прошли лучевую терапию. Мета-анализ семи рандомизированных исследований лучевой терапии после мастектомии, начатых до 1975 года, показал увеличение частоты сердечной смертности среди тех, кто получил лучевую терапию, на тот процент, что было сопоставимо с уменьшением смертности от лечения рака молочной железы. И вот превышение сердечной смертности в большинстве случаев связано с увеличением сердечной дозы от облучения интермамарных лимфатических узлов. Ну, понятно, что это было оборудование 70-х годов, которое, я думаю, что, надеюсь, вернее, что сегодня в России большинство из них поменены на более современные. Но в любом случае, вот сердечная кардиотоксичность от облучения, оно присутствует и надо учитывать. В 90-х годах в связи с токсичностями лучевой терапии были более ограничены показания для лучевой терапии. То есть, в первую очередь, это были пациенты с местно распространённым заболеванием, то есть опухоль Т3-4, более 4 положительных лимфоузлов поражённых. Обоснованием для выбора этих пациентов являлось то, что это высокий процент, то есть группа риска, где частота рецидива достигает 30%, и облучение может сократить этот риск почти в половину. Объём лечения обычно включал грудную стенку, надключичные, подмышленные и реже внутримамарные лимфатические узлы. И цель исследования – только сокращение местного и регионального рецидива, а не улучшение общей выживаемости. Ну, скорее всего, вот такая именно формулировка целей лечения, наверное, ошибочна. На данном слайде результаты, 20-летние результаты Британской Колумбии, канадское исследование, где было показано, что проведение, то есть это категория пациентов с высоким риском рецидива рака молочной железы, получивших адюванту химиотерапию. Так вот, группа, которая получила в комбинации, ну, то есть после завершения химиотерапии была проведена лучевая терапия, как видно в сравнении с группой контроля, то есть только химиотерапия, разница достигает почти 20%. Это рак специфической выживаемости. И порядка 15% разница при оценке общей выживаемости. То есть то, что есть в ситуации, когда лучевая терапия показана, это безусловно. Ну, давайте рассмотрим, какие же нежелательные явления лучевой терапии наблюдаются после мастектомии. Во-первых, высокий риск лимфоотёка и послеоргоносохраняющих операций. То есть это высокий риск лимфоотёка молочной железы и верхней конечности. Это после лучевой фиброза лёгкого, в особенности после облучения надключичных или внутримомарных лимфоузлов. Это кардиотоксичность. И облучению может подвергнуться противополучная молочная железа. А также ухудшение косметического результата после реконструкции. Так кто же всё-таки нуждается в лучевой терапии после мастектомии? Во-первых, это опухоли Т3-Т4 и поражение четырёх и более лимфатических узлов. И вот вопрос, который прозвучал у Сергея Васильевича, что же делается при поражении одного и трёх лимфатических узлов. И второй вопрос, который также имеется, что же при позитивных краях. Так вот, многие специалисты назначают лучевую терапию каждому пациенту с поражёнными лимфатическими узлами. Международная исследовательская группа пыталась оценить роль лучевой терапии после мастектомии у больных с одной-тремя положительными лимфатическими узлами. Но, к сожалению, закрыл ЗВУН 2003 в связи с недостаточным набором. Вот Сергей Николаевич озвучил ещё какое-то исследование. К сожалению, я впервые слышал, поэтому возможно, что всё-таки рекомендации СССР, которые позже появились, основаны именно на этом. Вот что же делается, когда имеются позитивные края как единственный фактор риска? К сожалению, найти случай, когда именно позитивный край, единственный фактор риска крайне тяжело. В ретроперспективные данные выявили частоту местных рецидивов меньше 15% без лучевой терапии. Но канадская группа у пациентов моложе 51 года с опухолью Т2 и G3 выявила, что эта частота местных рецидивов больше 20%. Ну вот, давайте рассмотрим последние рекомендации СССР от этого года, где пациенты с поражением 1-3 лимфатических узлов в рекомендациях указано, что настойчиво рекомендовано рассмотреть возможность лучевой терапии. При негативном статусе лимфатических узлов, но опухоли больше 5 см или позитивных краях резекции показана лучевая терапия. Также лучевая терапия показана при отсутствии поражения лимфатических узлов и опухоли меньше 5 см, если край резекции меньше 1 мм. Лучевая терапия после установки импланта – это ситуация, с которой в последнее время сталкиваем и я, в частности, и сотрудники нашего отделения. В 2002 году было сообщение о результатах исследований 48 больных, которые проходили лучевую терапию после реконструкции. Частота двухследственных осложнений была намного выше группы с имплантами – 53% в сравнении с группой с травмреконструкцией, значительно меньше – 12%. Но первое представление – импланты плохие, становится хуже, возможно, после лучевой терапии. В 2004 году была статья «Кордерио», где 70% больных из 687 им была проведена лучевая терапия, наблюдение составило в среднем 34 месяца, и сравнили их со 75 необученными больными. У 68% обученных пациентов развилась капсулярная контрактура по сравнению с 40% в группе необученных женщин. То есть, однозначно, лучевая терапия ухудшает наш эстетический результат. Большинство осложнений встречается в течение первых двух лет. Вот 80% из обученных группы имели удовлетворительные и эстетические результаты по сравнению с 88% из необученных группы. В 2009 году в статье «Кроновид-Суроп» был представлен большой литературный обзор о лучевой терапии и реконструкции молочной железы. При немедленной реконструкции имплантом они сделали заключение, что лучевая терапия ассоциирована с 40% частотой осложнений и капсулярной контрактуры, и 15% частотой экструзии импланта. После реконструкции ортологичными тканями лучевая терапия увеличивает частоту фиброза и контрактуры, если проводится на стороне реконструкции. После 2010 года все-таки подход такой, что при возможности желательно все-таки выполнять одномоментную реконструкцию молочной железы. Однако большинство руководств при этом предупреждают об использовании одномоментной реконструкции, если планируется лучевая терапия или если есть большая вероятность назначения ее в будущем. Внимание заслуживает последний обзор большой, опубликован в 2014 году под руководством исследовательской группы Джудит Берберс, где исследователи в Пабмеде выявили 641 публикации, посвященные именно этой тематике, и отбирая уже соответственно своим критериям, отобрали 37 исследований. В целом все пациенты были распределены в 4 группы. То есть это первая группа – аутологичная реконструкция после лучевой терапии, реконструкция имплантом после лучевой терапии, аутологичная реконструкция до лучевой терапии и реконструкция имплантом до лучевой терапии. При этом все публикации рассматривали с точки зрения возможных осложнений. Здесь название осложнения, а напротив частота в процентах. Как видно, разброс огромный. То есть та же самая гематома у кого-то 0%, а где-то в публикации до 20%. Повторное хирургическое вмешательство от 0% до 67%. То есть возможно не все авторы представляли в своих публикациях весь спектр нежелательных явлений или они были не в должной степени оценены. Так вот, первый анализ показал, что общая частота осложнений была значительно выше для реконструкции имплантом, выполненных после лучевой терапии, 48,7%. В том случае, если до лучевой терапии, это 19,6%. Частота ревизии в случае реконструкции после лучевой терапии составила 42,4% по сравнению с 8,5%, если реконструкция выполнялась до лучевой терапии. Однако для аутологичной реконструкции не было обнаружено статистически значимых различий общей частоты осложнений и частоты ревизии. Вот только частота паренхимиального фиброза регистрировалась реже при реконструкции после лучевой терапии 2,7%, а до начала лучевой терапии достигает 36%. Для группы с реконструкцией после лучевой терапии фиброза, ну, это считается капсулярной контрактурой, чаще встречалась у больных с реконструкцией имплантом 21%. В случае с аутологичной реконструкцией паренхимиального фиброза регистрировалась в 2,7%. И то же самое было замечено при оценке частоты ревизии – 42,4% при реконструкции имплантом по сравнению с 11,5% при аутологичной реконструкции. Во втором анализе исследователи сконцентрировались на общей частоте осложнений между реконструкцией до- или после лучевой терапии, и никаких существенных различий не было отмечено при аутологичной реконструкции. То есть, вот как видно, в целом, как бы, результат приближается к единичке. А в случае с имплантами осложнений было больше после лучевой терапии. То есть, если лучевая терапия шла в начале, то частота осложнений в подавляющей большинстве случаев наблюдалась именно в этой группе. Сосредоточившись на более серьезном осложнении, потеря лоскута, вот никакого существенного влияния сроков реконструкции не было выявлено. Ну, это касается именно аутологичной, то есть лоскутная техника. Существенным выше частота потери имплантов была при реконструкции до лучевой терапии. То есть, у нас частота осложнений была больше, если проводилась после лучевой, но именно потери импланта наоборот. То есть, реконструкция, если идет в начале, то частота потери выше. Что же в итоге они обнаружили? Что в целом сроки проведения аутологичной реконструкции по отношению к лучевой терапии не оказывают существенного влияния на общую частоту осложнений. Установка импланта после лучевой терапии ведет к более высокой частоте осложнений. Однако, более высокая частота потери импланта отмечается при реконструкции до лучевой терапии. В случае с аутологичной реконструкцией результаты лучше при выполнении после лучевой терапии, так как лучевая терапия на лоскут может индуцировать фиброзные изменения с нарушением косметического результата. И вот конкретно у нас на отделении более принятая методика, что мы после выполнения кожесберегающей мастектомии или подкожно-кожесберегающей или полного удаления железы устанавливаем экспандер. В дальнейшем мы подкачиваем, добиваемся необходимого объема, при этом может быть проведена химиотерапия. С экспандером мы отправляем на лучевую терапию и после обучения, через полгода мы меняем на постоянный имплант. Однако, в том обзоре, который я изучал, у них однозначно позиция была, что замена импланта происходит до хирургического этапа. Ну, объяснением, возможно, является стадия Эллиота Хирша в аналах пластической хирургии в 2014 году, где авторы исследовали группу пациентов, у которых был установлен экспандер. То есть, они наблюдали, как ведет себя экспандер до лучевой терапии и после лучевой терапии. Ну, как видно, небольшие осложнения наблюдались у 8% больных до лучевой терапии, после лучевой терапии он был минимальный. Но при этом такое грозное осложнение, как потеря импланта или переход на лоскут, наблюдался в 6% в 14 абсолютных числах, а после лучевой терапии 19 случаев таких. И, возможно, это является одной из причин того, что наши западные коллеги все-таки предпочитают облучать уже на импланте. На данном слайде представлен алгоритм лучевой терапии Memorial Sloan Kettering Cancer Center, американский центр, где первым этапом выполняется мастектомия с лимфодисекцией и помещается экспандер. Через 5 недель начинается адювантная химиотерапия и начинается подкачка экспандера. После завершения химиотерапии через 4 недели происходит замена экспандера на постоянный имплант и через 4 недели после этого начинается лучевая терапия. Фактически от начала хирургического этапа до лучевой терапии проходит 8 месяцев. Заключение. Реконструкция молочной железы позволяет восстановить молочную железу, восстановить эстетику молочной железы, позволяет отказаться от необходимости ношения экзопротеза. Если реконструкция имплантом планируется выполнить тем, кому показана мастектомия и лучевая терапия, предпочтительный поэтапный подход начинается с установки тканевых экспандеров за моменты на постоянный имплант перед лучевой терапией. Если выполняется кожесохраняющая мастектомия, то в принципе возможна изначальная установка импланта. Осложнение после лучевой терапии с имплантами развивается до 30% случаев и необходимо больных предупреждать об этом. И то, что касается того задела, который у нас есть для реконструкции, это отсроченная реконструкция. Надо знать, что всегда можно выполнить реконструкцию тем пациентам, которые были прооперированы у нас несколько лет назад. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Пока Вы думаете, мы из интернета. Гарри Кальбеевич, несколько вопросов. Давайте по очереди, наверное. Лучевая терапия не всегда проводится на послеоперационный рубец, то есть на имплант. Поэтому о каких стадиях Вы говорите, при которых сомнительно выполнять реконструкцию, то есть начиная от ТЗ? А, наверное, Н3. Н3, видимо. Т3, да, начиная от Т3. Ну, небольшое, так скажем... Ну, вообще, я вообще считаю, что именно реконструкцией молочной железы в первую очередь должны заниматься онкологи, для которых онкологический аспект лечения является основным. То есть показания для лучевой терапии, они уже, ну, как, во-первых, я показал, во-вторых, они уже известны. То есть при опухолях Т3, Т4, при поражении лимфатических узлов больше 4 однозначно, при менее интенсивном поражении надо, возможно, все-таки рассмотреть биологический тип опухоли и другие факторы, при первичном расположении, возможно, опухолевого узла. То есть надо в кооперации с нашими коллегами-радиологами рассмотреть необходимуюсь лучевой терапии. И если она показана, то она должна быть проведена. То есть эстетика эстетика, но в первую очередь онкологическая безопасность для пациента. Спасибо. Следующий вопрос. И все-таки какие импланты Вы имеете в виду? Экспандер или перманентный имплант? На экспандер лучевая терапия мало оказывает влияния. Я повторяюсь, готовясь к этому докладу, у меня была точно такая же точка зрения. И больше скажу, что до сегодняшнего дня мы также считали, может быть, еще и я так считаю, что на тканевом экспандере можно облучать и дальше по прохождении какого-то времени менять на постоянный перманентный этот имплант. К сожалению, мировой опыт или, к счастью, он немножко расходится с нашей точки зрения. И слава Богу, что в России сейчас появляется больше новых продвинутых онкологических отделений, которые внедряют реконструктивную хирургию в свою рутину. И возможно, по истечении какого-то времени будет, собственно, российский материал, который ответит на данный вопрос. Но я представил обзор, который имеется на сегодняшний день. Вопрос из интернета, зачитывая. В этом, да, все прелесть. Следующий вопрос. Их тут еще много, кстати. Есть ли у вас опыт проведения одномоментной реконструкции молочной железы с помощью импланта и ТДЛ? Как вы прогнозируете объем? Подбираете объем имплант? Ну, такой опыт есть. И я думаю, что на этот вопрос лучше, чтобы ответил Константин Юрьевич, который в большей степени занимается этими замерами. Но опыт есть, операция выполняется. Микрофон возьмите тогда. Вопрос звучит, если у вас опыт проведения одномоментной реконструкции молочной железы с помощью импланта и ТДЛ, как вы прогнозируете объем? Конечно, есть такой достаточно широкий опыт именно вот такого вида реконструкции, именно мастектомия с подбором импланта. Имплант подбирается по размерам молочной железы. Это, в общем-то, известный факт. По размеру пятна молочной железы. То есть мы используем ширину основания, высоту молочной железы и стараемся создать симметрию с контрлатеральной молочной железой. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо, Станин. Какая частота местных рецидивов при коже сберегающих или сосково сберегающих мастектомий, по вашим данным? Какие показания у вас для выполнения, наверное, речь идет о сохранении сосково-леориарного комплекса, мастектомии с сохранением сосково-леориарного комплекса? И зависит ли выбор операции от иммуногистохимии опухоли? Ну, понятно, что при очень агрессивных опухолях, в частности при тыждонегативном или истинно-хердва позитивном потепе, мы подумаем перед тем, как сохранять сосково-леориарный комплекс. Но в рутине у нас при сохранении сосково-леориарного комплекса из-под сосково-леориарной зоны кусочек ткани отправляется на срочное исследование. Если нет там никаких изменений опухолевого характера, то, в принципе, возможно сохранение. То есть, в принципе, технически подтвердив отсутствие зоны инфильтрации опухолевого ткани, почему его нет? Тот же автор спрашивает, почему-то извиняется за прямой вопрос, бедно, что-то смущает. Какой личный опыт выполнения сосково-леориарного комплекса, сберегающих сосково-леориарный комплекс мастектомии с реконструкцией в вашем отделении? Ну, если брать опыт за последние несколько лет, это не менее 50, может, даже я меньше называю.